Практическая психология Также я пригласила Анастасию Бессолову, педагога-организатора школы номер 39 города Кира. Здравствуйте. Всем добрый-добрый день. Ну что, как внеурочная деятельность способствует развитию личности? Здорово, когда именно люди, которые с утра до вечера только этим и занимаются, могут сегодня нам подробно рассказать все причины следственной связи и к чему же это все-таки в итоге приводит. Давайте я буду задавать вопросы. А вы, вот прямо каждый, кто считает нужным, та и расскажет нам, раскроет эту тему. Какие навыки и умения развивает ребенок, вот именно в кружковой деятельности, в секциях и всевозможных занятиях? Что это за навыки, что это за знания он получает и как они потом ему могут пригодиться в жизни? С введением новых образовательных стандартов в сетке часов учебного плана школы появляется внеурочная деятельность. Ну вообще внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, ну кроме учебной деятельности, в которых возможны целесообразные решения задач их воспитания и социализации как личности. И прежде всего целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенков своих интересов. И вот внеурочная деятельность позволяет детям приобрести те навыки, которые не всегда могут быть получены на уроках. В этом смысле особенно плодотворные структурированные внешкольные занятия. Среди социализирующих навыков, которые формируются через внеурочную деятельность, я бы выделила это умение работать в команде, прежде всего умение общаться, то есть коммуникативные навыки, навыки тайм-менеджмента, наверное, навыки целеустремленности, познавательно-исследовательские навыки, прежде всего самостоятельность и умение сделать правильный выбор. Вот, Оля, смотрите, часто сталкиваюсь с тем, что родители говорят, и так у ребенка такая загруженность учебная, а тут еще необходимо, чтобы он в обязательном порядке вот эту внеурочную деятельность тоже каким-либо образом реализовывал. И вроде как кому-то из родителей это нравится, да, ребенок не занимается ерундой, не шляется где-то на улице, занят с утра до вечера, а кто-то против и пишет, например, там, да, отказа от того, чтобы там внеурочная деятельность, ну, вроде как ребенок там ходит на какую-то секцию, там еще куда-то, и внеурочка у него есть. Вот вы как человек, который постоянно работает с подростками, вы видите смысл вот в этой внеурочной деятельности? Ну, прежде всего, школа после уроков — это мир проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений и своего «я». Ведь главное, что именно здесь ребенок делает правильный выбор, свободно проявляет свою волю и раскрывается как личность. Поэтому важность внеурочной деятельности я здесь бы подчеркнула на 100%, потому что, ну, и прежде всего, от нас зависит, как заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы он хотел посещать эти занятия, так, чтобы, наверное, школа стала для него вторым домом, и прежде всего, это даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования подростка как личности. Ну, и воспитание личности школьника среднеобразовательной школы номер 39 города Кирова происходит в основном во внеурочную деятельность. Да, конечно, в урочную деятельность мы тоже это затрагиваем, но внеурочная деятельность учащихся в нашем учебном заведении с 1 сентября 2019 года реализуется через проект «Профессионалы будущего», который направлен на профессиональное самоопределение учащихся. Ну, вот об этом мы чуть попозже проговорим. Давайте попробуем прямо окунуться в жизнь подростков, которые хотят как можно быстрее отучиться и получить вот это своё свободное время. Как вам приходится, как педагогам, приходится им объяснять, что вот ребята, вот, например, в субботу, да, у нас будет там такая-то, такая-то там игра, да, и вы обязательно должны прийти к нам, чтобы прожить эту игру, там, эти конкурсы, получить вот такие-то знания, вот такие-то навыки. Сложности большие возникают с тем, чтобы донести ребятам важность и нужность участия вот в этой внеурочной деятельности? Ну, ребёнок, который не желает посещать внеурочную деятельность, наверное, требует к себе индивидуального особого подхода. Поэтому именно с 1 сентября вот этот индивидуальный подход к каждому ребёнку мы им реализуем, да, и только через разговор, через убеждение, только через позитивный настрой мы можем переубедить учащегося. Ну, конечно, важно, чтобы занятия внеурочной деятельности не только развивали способность ребёнка, а также были интересны и приносили радость. Ну, движущей силой формирования мотивации является интерес. Занятия проходят интересно, ну, и значительно отличаются от урочной формы проведения, и они очень актуальны для детей. В принципе, посетив одно занятие, да, в сентябре дети уже понимают, о чём мы будем говорить, что мы будем делать, и поэтому уже, наверное, после первого занятия вот вопрос «хочу-не хочу» здесь у детей прямо отпадает. Ну, а сильнейшим стимулом мотивации является, наверное, похвала. Наверное, не раз мы замечали, как радуется ребёнок очередной своей маленькой победе, и вот именно важно в этот момент порадоваться вместе с ребёнком, похвалить его за проделанный труд и проявленную самостоятельность в достижении цели. Ну, и таким образом ребёнок, он верит в свои силы, у него снова появляется желание покорить очередную вершину. — Настя, а вот скажите, пожалуйста, а вы в своё время внеурочной деятельностью какие-то кружки, секции посещали, с удовольствием это делали? — Конечно, конечно, и так довольно-таки сказать, что я была всегда очень активным школьником, затем активным студентом, ну и сейчас мне нравится проявление активности, мне нравится яркость в жизни, поэтому я лично выскажу своё собственное личное мнение, что я действительно за внеурочную деятельность и за то, чтобы ребёнок был занят интересным, хорошим делом. — Скажите, вот встречали в своей практике детей, которые ничего не хотят? Встречали? — Встречала. — Как лично вы договариваетесь, объясняете ребёнку, что было бы неплохо, вот попробуй? — Ну да, действительно, приходилось общаться с такими детьми, которым, к сожалению, что-то было неинтересно, какое-то направление, но здесь, знаете, помогает ещё и какой-то собственный личный пример убеждений, разговора с учеником. Ну и, соответственно, может быть, очень часто привожу детям какие-то свои личные примеры, то, как мне помогла внеурочная деятельность для развития, для совершенствования себя, ну и, соответственно, каким-то определёнными, может быть, какими-то примерами ты помогаешь ребёнку сказать и доказать, что, ну, это здорово, это хорошо, для тебя это будет очень полезно. — Да, ты только попробуй, начни, а там дальше уже сам посмотришь. — Вот смотрите, мы всё чаще слышим про ранее профориентационный вектор развития детей. И я знаю, что в вашей школе есть целый проект, который вы сами придумали, и теперь его уже реализуете. Во-первых, расскажите, как у вас пришла идея, то есть как возникли мысли, что именно на базе вашей 39-й школы вы, и почему, да, вы решили сделать такой проект? — Ну, наверное, одной из основной проблем современной школы является отсутствие у школьников своевременного профориентационного решения для дальнейшей самореализации. Ну, в основном исследуются склонности к той или иной профессии у ученика, начиная с девятого класса. Но это поздно для того, чтобы ребёнок был мотивирован на получение профессии. И вот чем раньше учащиеся определятся с выбором своего жизненного пути, тем раньше они будут нацелены на приобретение навыков. В течение 2018-2019 учебного года в школе номер 39 города Кирова было проведено анкетирование учащихся 4-9 классов, был проведён педагогический совет, проведено общешкольное родительское собрание с целью выявления востребованности железнодорожного профиля и с целью выявления готовности педагогического коллектива к открытию профильных железнодорожных классов. Ну и результаты проведённой работы были оформлены в проект «Профессионалы будущего». Идеей проекта стало создание в школе профильных железнодорожных классов. Это с какого класса получается, что ты можешь в этот профильный класс? После девятого, да, попасть? Нет. На сегодняшний день, с 1 сентября, начали работу 7 профильных классов, начиная с пятого по десятый класс. С пятого по десятый. Да, с пятого класса. Ты можешь учиться в течение всех этих лет и уже примерять на себя профессию, да? Только железнодорожные профили или есть ещё другие профили? Мы здесь говорим о железнодорожном профиле, но в рамках класса открыты направления как юридического профиля, так и бизнес-профиля. Эти дети являются учащимися профильных классов, но у каждого свой индивидуальный образовательный маршрут. То есть вы видите уже в ребёнке, что у него есть, например, какие-то задатки предпринимателя, там, к примеру, да, то всевозможные проводите конкурсы, игры. Что происходит? Расскажите мне. Каким образом вы реализуете этот программ? Наверное, мы вообще в целом начнём, наверное, о проекте, да, и потом перейдём к этому вопросу о внеклассной деятельности. Ну, здесь, наверное, Ольгу подхвачу я. Проект «Профессионалы будущего» в первую очередь мы можем рассматривать как модель классерного взаимодействия для подготовки современных квалифицированных кадров экономики региона. Дело в том, что с 2016 года в компании «Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» вступила в действие целолевая программа «Молодёжь РЖД». И одним из приоритетных направлений данной программы является профориентация обучающихся и сотрудничество с профильными общеобразовательными организациями. И вы знаете, вот что мы подразумеваем, когда говорим такое понятие, как правильно профориентация? Наверное, этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. Первая сторона – это для компании. То есть, в первую очередь, это воспитание молодёжи согласно железнодорожным традициям. А мы знаем, что у железнодорожников традиции и традициям вообще уделяется огромное внимание. Ну и, во-вторых, это стабильный приток молодых работников. Что же касается второй стороны, ну, так скажем, этой медали, это для молодёжи. То, в первую очередь, это развитие познавательно-исследовательских навыков. Это получение информации из первых уст. Это совместная работа с наставниками. И, конечно же, это закрепление и расширение полученных теоретических знаний на практике. И вот сейчас, непосредственно, в компании и в реальных условиях. Интересно. Да. Здесь же мы можем говорить, что любовь к своей профессии и верность ей играют ключевую роль в работе любого железнодорожников. И именно поэтому в компании ООО «РЖД» создана уникальная система непрерывного образования, детский сад, школа, техникум, ВОЗ и, соответственно, подразделения компании. И вот, знаете, мне хочется отметить новизну и уникальность проекта «Профессионалы будущего». В том, что если ранее в школе мы открывали только профильные классы, которые способствовали профессиональному самоопределению обучающихся и поступлению в ВОЗы, то сейчас мы предлагаем модель открытия профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит готовить молодых профессионалов по рабочим специальностям, начиная со школы. То есть на ранней ступени профилизации, начиная с пятого класса. Вот такова модель профессионала будущего. Могу отметить, что наша школа – это опорная школа Горьковской железной дороги, это ресурсный центр по раннему профориентированию. И наши школьники получают максимум полезной, нужной и важной информации, которая помогает им определиться со своей профессией, ну вот уже в пятом классе. – Здорово. То есть начальное звено закончил, да, и если ты видишь, что это твое будущее, почему бы не попробовать, да? Ты в любой момент можешь передумать, но у тебя уже эти знания и навыки останутся при тебе, а там сам, когда вырастешь, решишь, кем же ты станешь и каким образом реализуешься. – Ну вот что еще хочу заметить про бизнес-профиль и юридический профиль. Вы знаете, нужно понимать, что в компании ООО РЖД присутствуют не только рабочие специальности. То есть для компании нужны хорошие экономисты, хорошие юристы. То есть здесь мы расширенно показываем детям, что ты можешь не только получать какую-то техническую специальность, ты можешь быть хорошим юристом и вполне работать в прекрасной стабильной компании. То есть здесь мы уже расширяем возможности наших учеников и даем им хороший старт для их будущего развития. – Анастасия, правильно ли я понимаю, что, в принципе, вы этот проект еще и сделали для того, чтобы не только ребята, которые живут в близлежащих домах вашей школы, что если они сейчас слышат нас с вами и понимают, что ООО было бы неплохо попробовать, да, то, несмотря на то, где бы ты ни жил, в городе Кирове ребенок может стать учеником вашей школы и участником вашего проекта. – Конечно, конечно, участником проекта. То есть поступить в любой профильный класс, пожалуйста, мы всегда рады, мы всегда открыты. И к тому же мы сейчас запустили большой проект по организации таких мероприятий, профориентированных и мероприятий по безопасности на железной дороге и для других школ нашего города, области, ну и тоже для учащихся детских садов. – Вот как интересно. А что это за мероприятия? Расскажите нам поподробнее. – На данных мероприятиях мы рассказываем детям о том, что такое профессия железнодорожник, то есть знакомим с этой профессией. На данных мероприятиях мы показываем, какой охват есть железнодорожных профессий, потому что, ну вот сами признайтесь, какие вы знаете профессии железнодорожников? Вот это, наверное, машинист, проводник, а вот что там есть? – Ну, может, диспетчер. – Да, диспетчер какой-нибудь. А что есть дежурные по станции? Что есть, например, путеец, что есть у нас движенец, что есть у нас помощник машиниста. То есть спектр профессий большой у железнодорожников. И, соответственно, детям интересно, бывает на таких занятиях у них просто глаза загораются от того, какой же огромный спектр этих профессий. Ну и, конечно же, мы здесь говорим на данных мероприятиях и затрагиваем такую тему, как безопасность на железной дороге, потому что на данный момент уделяется огромное внимание этому вопросу. И эти мероприятия позволяют не только познакомиться с профессиями, но и получить важное знание. – Где эти мероприятия вы проводите? Вы прямо выезжаете в другие школы, в детские сады, или же вы организуете где-то на территории города и приглашаете всех? – Ну, на самом деле, возможно, два варианта проведения данных мероприятий. Эти мероприятия могут проходить как в стенах и на базе нашей школы. Точно так же мы и выезжаем в школы города, ну и в детские сады. – Хорошо. Оля, вот я была участницей вашей профориентационной субботы. Очень понравилось мне это мероприятие. – Вам спасибо. – Да, пожалуйста, приглашайте еще. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это за мероприятия, какие цели, какие задачи вы ставите, и чему учим? – Вообще, вот в школе спланирована большая внешкольная деятельность и очень большое количество профориентационных мероприятий. Начиная от конкурса рисунков, я люблю РЖД, различные тематические выставки по безопасности на железной дороге, фестивали, я тоже буду железнодорожником, конкурсы проектов, я горжусь профессией железнодорожник, различные фестивали успеха с привлечением лучших работников Кировского региона, Горьковской железной дороги, циклы классных часов по профориентации, кружковая работа железнодорожного моделирования, выставки моделей железнодорожного транспорта, семейно-спортивные мероприятия. Ну и такими ключевыми мероприятиями внеклассной работы являются профориентационные субботы для профильных классов. У нас как раз уже прошли две профориентационные субботы. Первая суббота была для учащихся профильных классов бизнес-профиля, экономического направления. И вторая суббота — это для ребят железнодорожного профиля. Я думаю, что здесь Анастасия нам более подробно об этом расскажет. Я думаю, что стоит послушать. Хорошо. Я бы хотела познакомить вас, например, с тем, как прошла профсуббота для учащихся железнодорожного именно профиля. Если честно, формат был очень интересен. Начали мы наше мероприятие с флешмоба наших учащихся, который называется «Дай пять». То есть наши учащиеся сами решили подготовить такой танец, флешмоб, для того, чтобы показать, какие они активные, какие они яркие, какие они веселые и заинтересованные в этом. После флешмоба нас поприветствовало руководство аппарата управления Кировского региона, и мы начали наше мероприятие. Формат мероприятия заключался как игра-путешествие по различным станциям. Причем детям перед этим были выданы действительные, красивые, зачетные книжки, самые серьезные документы. И они, шагая по станциям, должны были получать определенные отметки о прохождении данной станции. Ну, забегая вперед, скажу сразу, что все учащиеся получили только... Зачет. Да-да-да, зачет, только отличные отметки. Все станции были разделены на два направления. Первое направление — это теоретический курс, и второе направление — это практический курс. На теоретическом курсе присутствовали представители железнодорожных предприятий Кировского региона. То есть здесь мы затронули такие профессии, как монтер пути, был представитель Кировской дистанции пути. Дальше из пассажирского вагонного депо Киров присутствовал начальник пассажирского поезда, который рассказал не только о своей профессии, но и о том, как она начинала профессию именно с проводницы. Тоже начинала. Как это интересно, всегда вот эти жизненные истории. Да-да-да, они наиболее реальны для детей. И присутствовал также начальник станции Киров, который вообще рассказал о работе своей станции, о том, какие профессии существуют, и как вообще бурлит деятельность внутри станции. Теоретические вопросы — это всё. И затем ребята переходили на практические вопросы, где, соответственно, у них была игра по безопасности движения, они разгадывали у нас «Каросворд» и даже моделированием занимались. Отлично. Мероприятие безумно понравилось как организаторам, так и детям. То есть мы получили обратную реакцию от детей в том, что нужно такие мероприятия проводить. А когда ещё? А давайте ещё раз повторим. А давайте что-нибудь новенькое придумаем. Вот это дорогого стоит, согласитесь, да? Да, действительно, действительно. А к тому же мы попытались в этом мероприятии использовать какие-то новшества для детей. То есть они у нас не имели никаких маршрутных листов, они у нас путешествовали с помощью сканирования QR-кодов. Новый навык. Да, новый навык для детей, которые, я думаю, что тоже будут пользоваться в будущем. Поэтому мероприятие получилось такое целостное, такое хорошее. Вот это что касаемо профориентационной субботы для железнодорожного профиля. А ещё какая была суббота? А ещё у нас была Ольга для бизнес-профиля, экономической. Да, расскажите тоже про неё и расскажите ещё про те, которые планируете. Надежда, вы были на этой профсубботе. Я ещё только в целом подведу и для наших слушателей здесь поясню. Мы точно так же передвигались от одного этапа к другому. Но начали мы всё с того, что был приглашён руководитель проекта «Фабрика дети» Егор Комлев, который в целом нам рассказал детям о профессии предпринимателя, так как я думаю, что всё равно многие дети вот этого бизнес-профиля, вот они все представляют себя бизнесменами, да, успешными. Причём, когда я их спрашивала, они говорили, да, мы будем предпринимателями, мы будем там себя реализовывать, мы будем богатыми, мы будем успешными. Да, то есть вот это их очень сейчас, ну вот двигая, да, они идут к этой цели. То есть Егор детям здесь всё рассказал, кто он такой предприниматель, да, какими навыками надо обладать, где черпать бизнес-идеи, да, то есть как построить свой маршрут и так далее. Ну и затем мы все разошлись уже по станциям, где дети, так сказать, прокачали определённые навыки, которые необходимы будут успешному предпринимателю. Да, это навыки коммуникации, навыки ораторского искусства, навыки рационального распределения своего личного времени, тайм-менеджмента. И, ну и они, конечно же, попробовали на себе силы и поучаствовали в игре, своя игра «Бизнес-мания», да, где они уже смогли заработать свои первые деньги. Которую мы назвали, кстати, да. Да, мы её назвали. БВшки, да, БВшки. Ну и здесь, наверное, вот как раз вот этот интерес был в этих БВшках. Заработать их, заработать первые свои валюты. А потом их можно было обменять на какие-то призы, да, правильно я понимаю? Да, на сладкие призы. На сладкие призы, отлично. В конце, да, мы подвели итоги. Самый активный класс, самый лидерский в этом направлении, кто больше всех заработал, ну и затем они смогли обменять на сладкий приз. Ну они старались, я там была, тоже смотрела, как они старались, ребята, ребята молодцы. И самое-то удивительное, что это как раз внеурочное время, то есть, да, это они пришли все, там, всему обучились, показали результаты, потом поделились своими эмоциями, ощущениями, ну и ушли уже с определёнными, опять-таки, навыками и знаниями, что тоже немаловажно. А что ещё в перспективе у вас? Ну в перспективе, я думаю, что у нас очень-очень много мероприятий. Как раз буквально на этой неделе у нас стартует открытый кубок «Юный железнодорожник», где ребята посоревнуются уже лично каждый, сам, не командно, за этот кубок. То есть сначала мы этот кубок проводим в классе, то есть среди детей, выбираем лучшего представителя, и затем у нас пройдёт уже большой кубок среди лидеров, которые определились на неделе среди классов. И, соответственно, мы разыграем огромный, большой кубок «Юный железнодорожник». Готовимся к этому мероприятию. То есть дети могут себя реализовать не только в качестве командного у вас игрока, но и как индивидуалисты себя проявить при всём при этом, получить какие-то, как говорится, свои бонусы и заслуги. Верно. Хорошо. Вот этот проект вы начали с 1 сентября 2019 года. И насколько по временным рамкам он у вас должен реализоваться? С какими выходами вы хотите выйти из этого проекта? Ну, если говорить про учебный год 2019-2020 год, то что мы ожидаем? Какие первые результаты к концу мы должны получить? Прежде всего, мы профориентируем около 200 школьников. Далее. Прежде всего, разработана модель профильных классов, которая готова к тиражированию, так сказать. Разработана. И они уже разработаны. И к концу года мы реализуем 16 дополнительных образовательных программ. Такие как, например, путь в профессию, транспортная география, умный дом, железнодорожный транспорт и физика, психология на железнодорожном транспорте, экономические и правовые основы профессиональной деятельности, основы проектной деятельности. Ну, как интересно. Да, и много других интересных программ доп. образования. Ну, и прежде всего... В этих программах будут участвовать вот те ребята, которые в профильных классах, да? Как раз, да. Дети, которые учатся в профильных классах, они как раз и будут проходить через... Они проходят через эти программы. Ну, прежде всего, у нас подписано соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами. Один из партнеров — это авиатский железнодорожный техникум, куда дети ходят в неурочную деятельность. Седьмая, восьмая, девятая классы. И учащиеся... То есть это такая своего рода ступенька, да? Да, вот как раз кластерное взаимодействие. Учащиеся юридического профиля, они посещают занятия юридического института авиатского государственного университета. Да, на занятия посещают, открытые лекции, занятия. Им очень интересно. Выходят, вот буквально недавно выходили в налоговую службу. Знакомились. Знакомились, да, да, да. С работой налоговой службы. Применяли на себе, да, будущую профессию. То есть вот достаточно всё интересно, спектр партнёров достаточно уже большой. Вот. Ещё что можно сказать об итогах. Наверное, ребята, которые сейчас являются выпускниками, да, то есть они будут профориентированными выпускниками, абитуриентами. И я думаю, что это им значительно поможет при поступлении, да, будет большой плюс. Ну и вот они прежде всего будут кто-то направлен на техническую специальность, да, кто-то будет на специальность экономическую, юридическую. То есть выпускники, они уже будут нацелены на конкретную профессию. Хорошо. Оля, скажите, вот в эти профильные классы можно поступить с любого возраста, имеется в виду, можно и в 5, в 5 класс прийти, можно в 7 класс прийти на эту профильную программу и там и в 9 класс. Или же у вас прямо прописана вся программа, чтобы с 5 по 11 класс или там по 9? Нет, всё верно. Как только ребёнок, понимая, да, что я хочу поступить, именно попасть в этот профильный класс и выбрав определённый образовательный маршрут, нет, то при подаче заявления, да, при прохождении определённых критериев, да, мы смотрим, рассматриваем. А какие критерии мы можем с вами рассматривать? Ну, наверное, прежде всего... Какие тесты есть, что у вас, экзамены какие-то, чтобы поступить в профильный класс? Ну, наверное, прежде всего это собственный интерес ребёнка, да, и желание учиться, потому что профильные классы у них не только насыщена внеурочная деятельность, но и учебная нагрузка соответствующая, да, то есть чтобы ребёнок, он мог усваивать учебный процесс. То есть углублённое изучение определённых предметов тоже идёт, да, да, да. Например, каких? Например, математика, да, физика, железнодорожный профиль, да, 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 математика, бизнес-профиль — это иностранный язык, юридический профиль, углублённое изучение общества знания. Отлично. Ну что, я желаю вам успехов в реализации этого увлекательного проекта. Думаю, что сейчас многие нас с вами услышали и уже поняли, что есть в нашем городе школа, где начинается вектор, ранний вектор профориентации развития ребёнка, да, и если вдруг это отзывается вашему малышу, то почему бы и не попробовать? — 39-я школа города Кирова ждёт для реализации вот этого проекта. Как он ещё раз называется? — Профессионалы будущего. — Да, с 5-го класса по 11-й. Правильно понимаю, да, вас? — Верно. — Спасибо большое. Сегодня в программе «Практическая психология» мы говорили о том, как внеурочная деятельность способствует развитию личности. На примере 39-й школы и помогали мне раскрыть эту тему сегодня Ольга Катаргина, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 39, и Анастасия Бессолова, педагог-организатор школы номер 39 города Кирова. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего. — Спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok